Я к чему этот разговор завел? Вокруг вас это единомышленники не только в плане понимания кино, понимания процесса, но вы работаете с людьми, которые разделяют, допустим, ваше представление о Крымской инициативе, о событиях в Донбассе? Для меня это не имеет значения. Вы считаете, это не имеет значения? Нет, это не имеет. Для работы в кино это не имеет никакого значения. Если человек талантлив, если он мне нужен, то мне абсолютно безразлично, кто. Но если это не нацист, конечно, там есть, знаете, есть вещи, которые неприемлемы. Нацизм, там, не знаю, так сказать, человек, который, там, антисемитизм или другой национальности. Вы объясняли сейчас военное кино. Сейчас очень многие, допустим, наши, ваши коллеги, и мои коллеги, кстати, наши коллеги, допустим, в Киеве говорят, что там в Вторую мировую выиграла Украина, что именно Украина брала Берлин, потому что это Украинский фронт, там назывался и так далее. Вы считаете, что эти вещи не надо комментировать? Нет, комментировать можно, но это не значит, что это мне мешает работать с людьми, если это не принимает каких-то необратимых процессов. Слушайте, я поработал «Картин 5» с моим любимейшим актером Олегом Валерьяновичем Басилашвили. У нас совсем разные взгляды. Абсолютно разные. Прямо диаметрально противоположные. Абсолютно диаметрально противоположные. Мы с ним спорили порой, да хрипоты это все. Но при этом у нас не было никогда ни малейшего вообще конфликта на съемках. Это меня никогда не, так сказать, я всегда относился, и сейчас отношусь к нему с огромным уважением и любовью. И я уважаю его взгляды. И я знаю, что и он уважает мои, хотя он абсолютно не согласен со мной. Поэтому, понимаете, я работал и буду работать, если мне судьба подарит такое счастье. Потому что это не обыкновенный талант, это великий актер. И какая мне разница, что он там... Ведь, вы знаете, вообще политические взгляды художников, это все дело такое. Ведь на самом деле от художников прежде всего остается то, что они сделали. В конце концов, какая мне разница, какие были политические взгляды Уйзенштейна. Это великий мастер, и я смотрю его картины. А я даже не знал, что у него какие-то были политические взгляды. Не, ну были, наверное, я вот так же даже не знаю. Слушайте, ну были Пикассо, знаменитые Пикассо, Буниель и Дали. Они сделали великий фильм «Андалузский пес». Их первый фильм, который до сих пор считается шедевром сюрреализма. Потом они полностью разошлись, потому что Пикассо стал коммунистом. Дали, если он не был фашистом, то во всяком случае он был франкистом. То есть он был привержен к франку. То, что фашистом, на самом деле, в хрестоматийном понимании. Ну, в хрестоматийном. Это не так, как мы понимаем. Не так все просто, но тем не менее. Буниель тоже был левым, но не был коммунистом. Он эмигрировал при Франко в Мексику, долго работал там и вернулся только уже когда-то. И при этом, ну и что, кто об этом сегодня знает? И Дали, и Пикассо, и Буниель остались в нашей памяти, прежде всего, их картины. Поэтому, на самом деле, художника надо судить, потому что они делают. Я понял, что Назар, он не только продюсер, он еще и миротворец такой, в таком глобальном смысле. Ну, миротворец, но за себя я могу постоять. Это я видел, нет сомнений никаких. Это другой вопрос. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.